Субтитры делал DimaTorzok 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 да ноут очень нужен серьезно нужен ноут особенно безумному максу мы хотя бы узнаем что в мире происходит ты получше шевели руками так что не подметает давай ручку давай ручку вот все подметает видишь раз 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 вот поживее венчиком надо работать на базу мне так а что куда это подметать подметаем одну кучку потом соберем собрать надо будет тебе чтоб собрать мусор на бумажечке задание для вас васича не бриться до 25 декабря 2018 елена аржитова или аржитова ничего себе для вас васича не бриться не бриться до 25 12 18 это декабрь до 25 декабря ну да а как мы узнаем какое когда будет нам нужно доказать расскажу может милана календарь даст какую-нибудь на себе не бриться до 25 декабря до нового года если на улице нету снега 12 ноября было сейчас не декабрь я хочу сказать спасибо еще раз всем зрителям кто голосовал за меня кто за меня голосовал за мои личные вещи я очень благодарна только вы сейчас понимаете вы же видите все как они очень нам сейчас здесь необходимо я очень рада что я победил в этом голосовании потому что именно мне я очень больше всех нуждаюсь у меня сводят руки от этой воды сушат нам кожу мы очень мерзнем а девочкам мерзнуть нельзя лично мне еще я надеюсь еще детей рожать детей рожать а мы здесь замерзаем я очень планирую как барожать детей в эти замуж и поэтому я 8 благодарна всем кто за меня голосовал потому что именно мне личные вещи очень необходимы спасибо вам а еще хочу сказать спасибо за тех кто хотел проголосовать за васи василию и он отдал голоса своим не спасибо васяline и спасибо всем поклонникам василии потом голосовали за меня и вон тоже очень благодарна Спасибо. Спасибо, Васич. Я считаю, что это нечестно. Поступок по-мужски. Я считаю, что это нечестно. Мне нужны были очень сильно личные вещи. И теперь я буду ходить в одеяле. Понятно? Что это такое? Ну почему мне нужны были вещи, как никогда? Я даже душу могу за них продать. А теперь мне будут ходить в одеяле. Понятно? Так, вообще всем девочкам нужны личные вещи. Сум особенно готова продать даже свою душу ради личных вещей. Ну пока зрители решили, что в вещах больше нуждаюсь я. Поэтому вещи у меня. Они пока не у тебя, Катюша. Будут, да, дождаться. Надеюсь, они придут. Мой телефон наконец-то придет в телефон. Я хоть позвоню. Мне нужны личные вещи. Да, я скажу тоже. Давай. Вот, мне нужны личные вещи. Так как я очень нуждаюсь, я очень мерзливый, да, то есть и у меня кожа быстро замерзает. То есть мне необходимо вот, сто процентов. Я тебе говорю, если я выйду, то я могу заледенеть сразу. Спокойно, спокойно, братан, стой, иди сюда. Вот ты спокойно попроси. Просто скажи, что кожа очень сильно замерзает. Не надо на нас отвлекаться. Может быть, там сидит человек, который очень хочет тебе помочь. Вот его и попроси. Да, вот тот именно человек. Или их несколько. Вот, пожалуйста, да, пришлите личные вещи. Очень надо вот, просто очень, да, вот. Прямо вообще вот так. Почти. Да, по-своему. Не надо все равно туда, туда. Здесь у меня это. Да, давай. Ну все, я сказал, как бы я буду очень признателен. Ага. Тем людям, которые пришлют личные вещи. Даже станцую потом, да. Станцуй сейчас. Нет, я в вещах хочу танцевать. В личных вещах, если меня пришлют, я их станцую. Макс, давай, станцуй сейчас. Да давай, давай, бомби. А может быть, как раз затанется, они увидят. Да, сейчас просто такты прям не могут. Давай, смотри там. Три, четыре. Тысяча, 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 тысяча. Правильно делаю? Хорошо. Расходись. Расходись давай. Вот, вот, вот. И, и. Хорошо. Погреться сейчас, разогреться, а потом вещи не придут. Красава была. Активнее, активнее. Работа, робота, 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 давай. Кто смотрит, может присоединяться по ту сторону экрана и танцевать вместе с нашим Максом. Это прикольно было. Нет, это правда не было. Ну, обучился сейчас. Я думаю, кому-нибудь понравится по-любому этот танец. И люди присоединятся и проголосуют, все-таки, за Макса тоже, что ему нужны личные вещи. Но, мне кажется, что это Изольда Кац решает, Кац, ведь и у Изольды Кац наши вещи. Нет, ну, это зрители же смотрят и голосуют. Ну, они могут просто повлиять на Изольда Кац, чтобы она разрешила нам, чтобы она разрешила ей их приспать. Друзья, пожалуйста, обратки прошу, пришлите мне или голосуйте, или как это делается, вещи, чтобы, короче, мне пришли вещи мои. Как это, правильно, да, что я говорю? Чтобы мои вещи пришли, потому что мне нужны, как и всем нужны вещи. А если вы еще мне гитару там где-нибудь голосование устроите, вообще было бы круто. Вещи, дверь открылась, на улице холодно. Мы вчера выходили, реально очень холодно. Мы хотели, чтобы тепло было, вот. Пожалуйста, как-то там. Я тоже хочу. За меня голосуйте, ну что там, один процент попросил. Прочи, там один еще, так, клик-клик там где-нибудь. Я хочу тоже попросить, чтобы посмотреть, или как-то повлияли на изольдукация, она и отдала нам наши вещи. Пускай она всем отдат. Да? Да, девочка маслобина. Но мне, конечно, сложно больше всех, потому что я не прихожу в одеяле, видите? Потому что уже в платье не могу, оно все распустилось. Я подмела пол, еще и нашла посудомоечную машину, и загрузила туда посуду. Только нам нужны таблетки для нее. Все, если кто-то видит, ты, может, нам помочь, это будет очень здорово. Таблетки для посудомоечной машины. И мои вещи, иначе я буду ходить в одеяле. Это угроза. На самом деле, что всем нужны, мальчикам тоже носочки очень необходимо, потому что они на одном месте бывают. Это отличные вещи, а что там будет? Может быть, там правда телефон положат? Нет, я не думаю, что изольда положит тебе телефон. Это первая необходимая личная вещь, которая мне нужна. Ну вот смотри. Может быть, ту сумму, которую ты наработаешь. Да, может быть, по-любому. Ну вот смотрите, какая была ситуация. Когда меня выбросил Эдик, у меня в кармане пиджака был телефон. Только почему-то пиджака нет, и телефона тоже, соответственно. И когда изольда нас похищала, она все забрала. Это же логично, что она тебе его не отдаст. Зачем ей отдавать тебе телефон? Чтобы ты связалась с Сан Санычем? Я не знаю, ну это глупо. Единственное, что она может вернуть только Максиму. Давайте не будем говорить в слух, и будем надеяться на лучшее. Не будем говорить в слух. Да ну это и так понятно. Я вижу, что телефонов не будет, потому что они не хотят, чтобы мы связываемся. Конечно. Только, чтобы это было под... А мне кажется, будет. Мне кажется, сумку просто... Телефон, она там осталась? Да, потому что телефон это самое первое необходимое. И кошелек должен быть там, документы, телефон, кошелек мой, да, карточки. Походу, никаких телефонов не будет, Ли. Я думаю, да. А мне кажется, знаете что... Кошелек, телефон. А мне кажется, что изольда хочет, чтобы мы просили у смотрителей, которые здесь все решают, чтобы они повлияли на то, чтобы кому-то сейчас дали телефон. Ой-ой-ой, нет, на ноге больно. Я тебе говорю, больно. Перейдень на руку назад. Нет, нет. Нам нужно попросить смотрителей, чтобы они нам какие-то телефоны, не наши даже, а какие-то свои телефоны, или что-то где-то, я не знаю, чтобы просто... Патюш, ну здесь есть возможность. Да. Давайте кого-нибудь оденем. И что? И пусть он сходит на разведку. Ну просто один, вот у тебя кофту, рубашку. После вчерашнего. После вчерашнего, тем более. После вчерашнего, тем более, что кто пришел. Лия, ты же сегодня выходила, да? Лия, ты сегодня... Конечно, я два раза самолет смотрела. Тут самолет... Да, да. Мы сегодня выяснили, что мы рядом с аэропортом. Да, потому что... Я не вижу смысла, когда выходи, потому что там очень холодно. Точно самолет. Давай. Тут аэропорт. Держи. Причем аэропорт какой-то военный. Да. Потому что не пассажирский самолет летает. Не пассажирский самолет летает. Мы сегодня связь, наблюдали очень. Давай не останавливаться. Хоть свежий воздух будет, а то у нас кислородное голодание уже. Хоть свежий воздух. Честно скажу, не могу понять, где. Вроде какая-то глухая деревня. Потому что дома ты говорила, что они правда какие-то скуденькие. И то ли это заброшенная деревня, то ли что. Держи. Давайте я схожу. Куда? На разведку? Можно я попробую выйти? Да, я посмотрю, что там. Нет, давайте не будем. Пусть гляну. Пусть гляну. Пусть гляну. Пусть. Пусть. Давайте обсудим. Вдруг изольда это увидит и ей это не понравится. Может быть не стоит выходить. Это может быть очень опасно. А вдруг там собаки сидят какие-то, нападут на тебя. Это очень рискованно, потому что мы не знаем, что там. И Зольда сказала, что если, например, она может придумать все, что угодно. Давайте как-то это обсудим. Давайте. Мы же не можем выходить просто так. Вдруг она разозлится. Я буду недалеко. Если она открыла дверь, значит она нам разрешила выходить. Не было никакого указания, что нам нельзя выходить. Но открыла дверь, не она. Она бы сказала, а кто? Кто? Мужик. Мужик с бензопилой. Нет, она же говорила. Лия говорила, что мужик с бензопилой свяжет. Кто открыл дверь? Лия, расскажи, пожалуйста. Открыл дверь мужик с бензопилой. Но она сама не ожидала, что она не ожидала. Слышите, бензопила? Я пойду проверить. Каш, не выходи. Не выходи. Не выходи. Я хочу посмотреть. Они нас долго будут пугать этой бензопилой. По сути, если дверь открыта, значит ее зачем-то открывали. Тихо, тихо. Пойду проверю. Никого особо нет. Возвращаемся. Нет, зачем вы ее отпустили? Ты серьезно? Просто следи за ней, смотри. Мне же тогда все страшно. Вы зачем ее отпустили? Я не знаю. Вы просто пропустили ее и все. И даже не пойдете посмотреть. Вдруг там собаки. Там бензопила работает. Там работает бензопила. Я не хочу идти там. Я слежу посмотрю. А если он сейчас ее зарубит? Никто не получит наследство. Патя! Лия! Зачем идти туда? Да ну и все. Что, ее останавливают? А если ее зарубят? Ну, если она хочет пойти, то хоть пусть идет. Да, ее могут зарубить. Ну, там хотя бы светло. Можно убежать. Там денег. Так ты вчера только радовался о том, что у тебя есть замок. Помощь нужна. Вася. А что это такое? Не знаю. Давай посмотрим. Берем. Что это такое? Не пойму я. Я что могу ее заставлять? Вещи теплые. Смотрите, что это такое? Так это наши, что ли, вещи? Это мои штаны. Куртка моя. Куртка. Получается, нам не только прислали вещи. Давайте. Лия, зови всех. Зови всех сюда. Вызови всех сюда. Вещи. Чьи это? Серьезно? Да, это наши. Вот куртка. Ребят, хватит. Вещи на улице. Какие вещи? Там мешки лежат. Что-то подкинул вещи. А это чьи? Ай, блин, у меня даже подкинуть нету. Ой. Ну вы что, ребята? Кожмите сюда. Это наши вещи, ребят, смотрите. Это мое пальто. Ну. Шапка. А что мы здесь смотрим? Нужно их быстренько посмотреть. Да в дом так. Это мое. Я себе. Хоть тепло будет. Хоть тепло будет. Это мое пальто, моя любимая. Слышь. О, хорошо. О, не хорошее. Ребята! А-а-а! Все вещи пришли. Офигеть. А как? А как это возможно? Как это возможно? А где вещи? Вещи всего. А моих нету. Офигеть. Погнали домой. Подожди, а вот это чьи вещи? Это мои. Это точно твои? Да, мои. Посмотри. А где мы еще находимся-то? Слышите, ребята, а че тут все? Деревья все. Ну вот, смотри. Вон, видишь? Вот эти два дома. Я так понимаю, там никто не живет. Они пустые явно. Вот. А вон там идет лес. Дальше я ни крема не вижу. Не, 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 не. Это такая же пухая деревня. Да что такое-то? Изоль, да как? А вот смотри. Из-за этого причины-то вы всем выдали опять одежду, а мне нет. Вы что, издеваетесь надо мной? Почему вы все время-то надо мной? Что я вам сделала? Я вообще жертва обстоятельств. Вы разрушили всю мою жизнь. Почему вы всем дали одежду, кроме меня? Я буду ходить в одеяль до скончания дней своих. Понятно? Все. Все, вещи. Да где вещи? Моих-то нет вещей. Моих нет. Офигеть. Не моя тоже. Там и носки есть. Мне даже пальцом пришло. Смотрите. Так. Слушай, а наверху шкапы эти, может ли все складывать или что? Отличная идея. Давай сложим. Ребят, вот это да. А почему моих-то вещей нет? Мы не понимаем, Ксю. Реально не понимаем. Слушай, может ли... А может плохо посмотрели? Может, ты не убралась? Ребят, а летел самолет. С вами уже низко. Я убралась. Значит, вы самолеты выкинули наши вещи? Слышишь, что они могли. А как они тогда могли ровно упасть все пакеты? Может, они один-эсен? Может, они здесь очутились? Может, самолет... А ты не видел на деревьях вот этой хрени висячей? Ой, а может, где пакет, Ксю? Я получше посмотрю, может, он где остался. Белое, типа парашюта, или это мусор был какой-то? Нет. Короче, ладно. Я пошел. Я вешу это к себе в шкаф. Это будет мой шкаф. Надо все, давайте. Брите, брите, давайте. Для Ксю нету. Не пойму ничего. Сейчас я подойду. Как это так возможно? Да я не понимаю, почему моих-то вещей нет? Наконец-то. Нет, но у меня всего лишь только одно платье. Я не понимаю, почему мои-то вещи не пришли. Так. Мне нужны были вещи больше всех. Пришли всем, кроме меня. Что это за издевательство? Нихрена себе, по-братски. Смотри, что мне пришло. Я буду ходить в этом... Это же мой парад. Одеяль. Я не шучу. Ну что это такое? Это почему все сейчас оденутся, кроме меня? Ух. Ух, ух, ух. Лазь вообще. А что, как ты ешьешь-то? Ничего не понимаю. Я все прошу. Ну да, как же ты? Нет твоего пакета нигде. Так. Ну ты не расстраивайся. Если всем пришло, может быть, как-то не дошло. Может, чуть попозже. Да как не дошло? Да почему всем пришло, кроме меня? Я не понимаю. А вот мне интересно, почему мне пришла куртка? А почему не моя шутка? Почему куртка мне пришла? Вот это... Я ее на дачу езжу в ней. Я не знаю, может, их выкинули, по правде, с этого. А в этой шапке я только с гортки каталась. Вот это вот не отложите. Да? Да. Да, я специально покупала такую теплую шапку. Нет, я на Донбай ездила сама за рулем на машине. Ребят, сапожки. Только перчатки хоть. Водолазка. Значит, мы можем одеть и выйти. Вот, водолазка. Это очень отличная водолазка. Шапка, шапка, станички. Тут что? О, мои таблеточки. Как раз я думала, я же лечение прерву. Своё горло у меня болело. Тут что, косметика? А телефон, а телефон? А сколько мой... Умек? Нету. Самое главное, телефон мне нужна была, моя личная вещь. А почему они не дали? Сейчас, подожди. Я посмотрю. У меня есть... Ну что, у меня есть и телефон, и дубли, и косметика. Так. Кремики я просила. Очень важно мне было кремики. Спасибо за это. Что хоть не будет у меня кожа сохнуть. Кремики для меня это очень важно. Нет, телефона нет. Фен, щипцы. Отлично. Подержи. Слышишь? Что там? Тебе Бук нужен? Бук нужен? Бук нужен, точно. Смотри, я тебе деревню, короче, предлагаю. Мы можем, короче, с тобой, реально, если дверь открыта, мы можем с тобой пойти, посмотреть. Мы можем, короче, с тобой выйти, выйти в этот, как его, мы можем с тобой выйти. Загород? Да не загород, просто на улицу. Почему? Посмотреть, может, у какой-то машины там, если найдешь что-нибудь, можно тупо колеса, колеса скинуть. Колеса, мы их, короче, загоним эти колеса. Колеса скинуть? Реально, ты, по-любому, тут есть автосервис где-нибудь. Ну, по-любому есть. Мы загоним эти колеса, ну, я не знаю, за треху, допустим, за три косаря, если мы снимем четыре колеса, мы получим 12, ты понимаешь? Ты понимаешь? Смотря, а потом... И так ты сможешь себе по-любому купить Бук. Понятно. Какой-нибудь бэушный, я не знаю, за восьмеру ты себе возьмешь. И что-нибудь возьмем всю из одежды, ну, потому что она, если будет ходить в одеялье, это вообще жопа. Ты согласен? Ну, смотри, а если мы как-то спалимся тут. Да никто не спалимся, слушай, я тебя отвечаю. Не знаю, блин. Никакого палева не будет, смотри. Как-то я... Здесь по-любому глуходеревня. Чё, ну чё, ну чё, она грустненькая, но я сказал, что я могу ей дать вещи. Да? Ну да, могу вот серые. Иди, покажи ей эти штаны, попробуй, иди, покажи эти штаны. Иди, сходи, покажи эти штаны, я тебе серьёзно, если ей понравится, если это понравится. Так, сюда. Слышь? Да погоди ты с этими вещами. Тебе нужен Бог или нет? Нет, мне это нужен. Я тебе говорю, смотри, смотри. А как мы тут? Сейчас мы с тобой одеваемся, короче, они там начинают разговаривать, суетиться, ладно, разойдутся. Мы с тобой быстренько пойдём, ты будешь просто стоять на палеве. А ты где? А ты где? Ты где возьмёшь-то? Я не знаю, но здесь по-любому какие-нибудь тачилы стоят. Прошарить всё здесь? Конечно, можно просто посмотреть по территории, по-любому, где-нибудь что-нибудь стоит. А как ты снимешь, у тебя ничего нет? Я знаю, что ничего нет. У тебя же нету ни инструментов. Я, ребят, быстренько просто возьму вот эту штучку хочу взять. Забираю. Эту штучку и всё. Так, вы тут просто что-то, видимо, как-то обсуждаете, ладно? У нас совещание. Да, у нас совещание, ладно. Професс, ну ты же мне расскажешь, да? Ага. Хорошо, ладно. Беседую. У нас закрыть. Короче, мы по-любому с тобой что-то придумаем, по-любому. Даже если у нас не будет крана или ещё чего-нибудь, мы тупо выбим, короче, тупо стекло выбим и возьмём потеху. Потеху, ну в смысле это, монитофон там что-нибудь, это можно загнать за пятнашку, по-любому можно загнать. Если хорошая аппаратура в машине, мы за пятнашку, главное ты, чтобы смотрел, чтобы никого рядом не было, понимаешь? Потому что если нас прессанут, всё, нас потом будут, нас по-любому искать будут. Ты должен стоять на палеве очень хорошо, понял меня? Мне именно нужен человек, который бы смотрел, я всё сам сделаю быстро. Договорились? Я тебе говорю, что нахуй за потеху мы выйдем. За колёса, если колёса хорошие, если уточил, мы как минимум двадцатку можем сделать. А что? Ну я так-то, не, можно, ну просто единственное то, что боюсь, что меня в тюрьму поставят. Да кто тебя поставит? Ну у нас, тебя и тюрьму. Что ты видел? Мы когда вышли, там тайга глухая, там три дома, три калеки. Откуда ты знаешь, может там постовой стоит? А мы всё прошарим. Я не знаю, дежурные полицейские, я же здесь есть полицейские. И что, мы всё прошарим? А ты для чего нужен? Ты будешь стоять на палеве, и всё. Если ты увидишь, допустим, машину, ты мне моих нёшь, всё, мы как будто, я не я, жопа не моим, вообще не знаем, что здесь. Не знаю, вот могут поймать женаторию. Братан, соглашайся. А я в тюрьму потом. Да не пойдёшь ты в тюрьму, отвечай тебе, никогда тебе это надо. Никто тебя, никто тебя здесь не найдёт. Ты видел, где мы? Тут по-любому, наверное, специально выбранный. Лекарства, мне лекарства даже прислали моё. Это как бы... Охренительная новость. Я не знаю, что самое страшное, я никогда не могу выйти на улицу без... Охренительная новость. Охренительная новость. И это вот, я не выхожу никогда. Охренительная новость. Они слишком много знают про нас. Очень много. Но при этом они прислали тебе твои таблетки. Они не хотят, значит, что ты умерла. Да, кстати, если прислали таблетки, значит, они переживают за наше здоровье. Знаете, что я считаю? Что люди из Ольдекад смогли войти в ваши квартиры, всё у вас там позабрать. Может быть, они даже вас обворовали, вынесли всю технику, украли у вас все деньги. Где ваши телефоны? Может быть, они давно уже их сдали и продали. Я не знаю. Ни кошелька, ни телефона нет. А может... А я не в своей квартире живала. Вот где документы, телефоны, паспорт, ничего нет. Может быть, они всё... Сумки нет, вообще сумки мои нет. Может быть, они всё выбросили. Они всё выбросили, понимаете? Мне туда не таблетки дали. Нет, смотри, получается, какие-то люди спокойно вошли к вам домой и всё забрали. Чего вы радуетесь-то? Колготком. Всё. Каким колготком, Катя? Как ты думаешь, твой бизнес пропал? Как ты думаешь? Там у тебя дома лежали документы на бизнес? Ну как же я рад, а? Нет, я не думаю, у меня в офисе. Господи, как я соскучился. А, хорошо, а ключи от синийфа где у тебя лежат? Дома? Нет, не дома. Всё в кабинете у меня. В кабинете? А ключ от кабинета у тебя где лежит? Ай, блин, класс. У меня в сумке. У тебя в сумке. А сумка твоя где лежала? Вот видишь? То есть, значит, они могли взять ключи от твоего кабинета, открыть, достать всё. Да не злюсь я. А просто я вам говорю о том, что эти люди могут всё. Возможно, они вообще уже давно выкинули ваши паспорта, и вы теперь никто, и не знаю вообще. И квартиру твою сжечь могли. А вообще могли её продать. Где ты хранишь документы на квартиру? Это твоя собственность? В квартире. В квартире. Вот, соответственно, они вообще могли написать Дарственну или что-то ещё и продать твою квартиру. Нет, без меня-то они не напишут. 21 век на дворе, можно сделать всё, что угодно. Нет, нет. Люди такие махинации проворачивают? Ты думаешь, они не могут продать какую-то квартирёнку? И никого это не беспокоит вообще? Неужели? О, нефть, норманды. Я в шоке. Это очень подозрительно, как они туда попали, я с этим соглашусь. Это очень подозрительно, как они попали в мою квартиру. Значит, с одной стороны, реально... Как это очень подозрительно? Ты сама сказала, что ключи у тебя находятся в сумке. Да. Они и таблетки, они же могли не собирать их. Если бы они хотели, чтобы мы умерли тут, они бы не прислали ей её таблетки. Значит, им важно, чтобы мы жили. Они прислали мне носочки. А вот, а ты говорила про электрошок. Видимо, электрошок это какие-то вообще воспитательные. А вот не боитесь, что эти таблетки, может, заменены на какие-то другие? И она потихо будет... А ты не боишься этого? А прикинь, если там таблетки не такие, и ты потихоньку у тебя будет что-то печень, с ней взятки гладкие, а ты не понимаешь, что такое заболевание, заболевание, понимаешь, от чего. И всё. Это же мои таблетки, я помню, на какой таблетке я остановилась. А ты посмотри, где ли эти таблетки? Да все ваши. Покажи мне сюда. Да, 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 лучше проверить, им нет доверия. Ну, другой парень, если бы они нас отравили, зачем бы они обещали, чтобы они спали. Они бы просто на гаву с ними так заморили, и всё. Да нет, это вот для рассасывания. Им не пришла шапка. Он убивает инфекции в горле. Это нет. Да, она же сюда никак не залезет. Как они что-то могут сделать? Нет, ничем не прокол это. Не знаю, да нет, нормально. Они же не могли бы отравить. Нет, они могли бы там шприцом что-то за... Нет, нормальные, видишь? Точно? Да, я думаю, да. Ну, как они в таблетке могут что-то это? Нет, это даритрицин. Он убивает инфекцию в горле. Это всё для горла. Точно? Да, вот в Тантум-Верде они могли вот за этот... Ну, ты его уже брызнула. Я уже брызнула сейчас в лицо его. С другой стороны, если бы они нас хотели убить, они бы как-то убили нас сразу. По-другому, да. Они вещи нам выслали зачем-то. Вещи дали тёплые. То есть, понимаешь, чтобы мы могли выйти. И таблетки от горла. Я не думаю, что это его хотят отравить. Спасибо. Батя! Задание! А ты умеешь читать рэп? Я не умею читать. Елена Аржитова... Слышь, Юлис, иди сюда, помощь твоя нужна. Для Васи-Васича. Не то! Подожди, Васи-Васич. А кто это вообще? Елена Аржитова. Кто это? Я откуда знаю, кто такая Елена Аржитова? Я понятия не имею. Да нет, дело в том, что, видишь, присылает то, что мы не сложно выполнять. С Васички умеет рэп. Вот ему задание рэп. Слушай, ты там что-то умеешь это делать? Как это делается вообще? Ты знаешь, что это? Елена Аржитова. Я, конечно, всё понимаю. Но рэп, это искусство. Как Васи-Васича сейчас научить? Короче, ладно. Говорю тебе строчки. Смотри. Ну, например. Это строчки из батла одного. Баттл, это когда два оппонента стоят и друг с другом соперничают. Один говорит другому гадости, и другой другому говорит гадости. Вот. Но ты не будешь говорить гадости. Смотри. Будет не больно, ни крика, ни стона. Тебя накажет Витя Свутона. Ага. Повтори. Будет не больно... Будет не больно, ни крика, ни стона, тебя накажет Витя Свутона. А теперь вот так скажи. Будет не больно, ни крика, ни стона, тебя накажет Витя Свутона. Будет не больно... Смотри, я хлопаю, и ты говоришь, будет не больно, ни крика, ни стона, тебя накажет Витя Свутона. Будет не больно, ни крика, ни стона, тебя накажет Витя Свутона. Да, вот так. Оставь так, Витёк из бутона. Очень хорошо. Давай ещё раз. Раз, два, три, четыре. Будет несложно, ни крика, ни стона, тебя накажет Витёк из бутона. Да, смотри, ещё раз, супер. Будет не больно, ни крика, ни стона, тебя накажет Витёк из бутона. Так, будет не страшно, ни крика, ни стона, тебя накажет Витёк из бутона. Да, да, правильно, будет не больно, ни крика. Ага, будет не больно, ни крика, ни стона, тебя накажет Витёк из бутона. да я так он тебя наказывает из бутона полная обойма тебя накормит полной обоймой тебя накормит это мы суть уничтожить оппонента понял в смысле бык на тебя бычьи да как бы в это идти на него наезжаешь словами абсолютно верно так смотри будет не больно ни крика не стона тебя накажет витёк из бутона полная обойма тебя накормит плюс будет битый контрольный это типа ты стреляешь это говорить надо да прям говорить а теперь смотри будет не больно ни крика не стона тебя накажет витёк из бутона полной обоймой тебя накормит будет не страшно ни крика Тебя накажет Витек из бутона Полная обойма тебя накормит Битый контроль нень, и контрольный хук. Нет, плюс будет битый удар, и контрольный хук. Пр Sagina 장난чат, последний Выстрел. Я хочу overhead на крик, тебя накажет Витя Свутона, Тебя накажет desses пemo, Полная боймой тебя накормит. BMW Dee Lagoz подсадился с кем. Будет не больно, дам вместе! 3, 2, 1. Будет не больно, не крика, не стон, от тебя накажет Витёк из бутона, полная обойма тебя накормит, тррррр! Битая тебя охурт! Да, пасти. Стой, тихо! Можно я? Плюс будет битый контрольный хук. Я понял суть! Я понял суть! Короче, надо как-бы ритм, 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 ритм держать. ага, значит, будет не больно, не крика, не стонно, тебя накормит Витёк из бутона, из барака ты выйдешь, он скажет, кто ты такой, и я тебя накажу, и ты будь тебе делать, будь тебе страшно, будь тебе это как мне опасно, он говорит, иди-ка сюда, я тебе причешу на глаза, что, 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 что ты можешь, главное держать ритм, главное держать, главное ритм обоймы тебе, гет, говори, где-то там, не во сне, ну-ка ты глаза мне, открывай вот сюда, Что ты мне скажешь? Давай, города! Будет не больно, ни крика, ни стона! Тебя накажет Витя Свутона! Полная байма тебе накормит! Я буду бить с обеих рук! Ты понял, в общем, красавчик! О, нормально! Вот такая рыбщина у нас родилась здесь! Слушай, а потому что, ну как бы мы все равно, вот мы с тобой, да? А ты, восьмнадцатилетняя, мне уже за... Что? По сути, рэп это то же самое шансон, только в шансоне мы как бы тянем там эти песни как бы, да? Этого мурга! Ты мой мурё! И тоже ритм там есть! И рэп туда тоже, только нужно читать стихи! Правильно? Ну это круто! Мне понравилось! Не знаю, как вам, но мне понравилось! То есть ты теперь будешь рэпером? Я бы с удовольствием почитал бы! Я смотрю, как бы тут... У меня четыре с половиной года не было, я вышел тут везде, постоянно... А каким ты будешь рэпером? Суперстат? Я убедил папа! Какой у тебя будет кличка? У меня муха какая! Дон Пузито! Это с ними Дон Пузито реально как бы! Может ты будешь кому за сорок? Нет! Я ещё не знаю! Ты как себя чувствуешь? Нормально всё? Можно как-нибудь я это там... Мистер Пузик! Мистер Пузик, да, согласен! Мистер Пузик! Ты что будешь на детском баттле что ли участвовать? Мистер Пузик! Давай ты будешь... Нет, если ваше пытание задание... Я вообще не собираюсь участвовать! Я тупо выполнил задание... А ты можешь зачитать мурку рэпом? Надо будет зачитать мурку рэпом! Я вон, меня парнига научила! Всё, я уже могу! В принципе, готовый этот... Кто там? Нет, если ваше будет дальше продолжать задание присылать скульптурные, то у него уже не будет скоро кузика! Огромное спасибо! Для меня очень важно одеваться хорошо! Я очень скучал по своей одежде! Огромное спасибо! Для меня это очень важно! Я прям... Вот так вот! Зачем ты цепишь мне столь на рану? Не сыпь не соль на рану! Я хочу сказать одно! Мне очень интересно познавать что-то новое! Если вы будете присылать мне задание с чисткой вот этого рэпа и это... Если я познаю это в идеале, это мне самому понравилось! Поэтому, если кто меня смотрит, смотрите ли! Если это возможно, присылайте больше заданий с рэпом каким-нибудь! Может быть там устроить этот... Баттл! Баттл с Юрцом! Я с удовольствием! Потому что здесь, на реале, иногда просто... Я кстати тоже могу! Ты можешь! Красавчик! Попробуем с тобой! Господи, как я счастлив! Ооо, да хватит уже! Мне то не пришли вещи! Да это странно! Всем пришло! Ну ни за что! Больно же вообще! Какого фиг! Блин! Это вот... Должна носить эту хрень! Дебильная! Что-то не залезем какой-то тупорный! Единственное что! Просто! И вообще, долго мне еще это носить? Не хочу это носить! Хорошо! Может быть, кому-нибудь следующий мой тоже передать можно? Вот... Бридка! Ай! Ай! Ум-м-м! Ай! Ай! Ух! 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 Ай! А если бы не раскидывались, просто словами как это может тебе послали бы это и потом, и потом ты бы поделилась ну не в тайне как бы, а как бы поделилась, а так как мы все начинаем балаболить и... Да, здесь опасно что-то говорить, да, здесь все слышно, здесь опасно что-то говорить Здесь в принципе все слышно для того, чтобы... Вся аппаратура для того, чтобы слышать и видеть Да, и нас вот отделить в микрофон, чтобы даже шепот было слышно дальше Ну и тогда, что живет! Мы подойдем Хорошо! А как... Например у вас у всех..." У вас у всех есть одежда Ааааа... И мы в принципе здесь не можем реально ничего обсудить Куда ты? Нет! Посмотреть дело А почему ты это ни с ф partieми обсудила? Как вы? Чего ты решила? Ну дали вещи, дали обувь Можно буду посторождать, что там нет... Ну надо об этом как-то поговорить наверное с нами или нет? Ты просто выходишь в вещах куда-то, а если ты пропадешь? А если тебя кто-то вольнет? А если в лесу закопают? А? Нет? Да что может вообще произойти? Нас выпустили, открыли дверь. Можно идти. Может быть это провокация, Лия? Вообще там ходит как мой этот мужик с бензопилой. Там никого нет. Ну бензопилу-то мы слышали. Ну ее слышали, но никого нет. Это опасно, Лия. Нет, одна ты не пойдешь в любом случае. Это опасно. Одна ты не пойдешь в любом случае. Вдруг сейчас на тебя она бросится и зарежет тебя. И вообще надо спросить, может специально эту дверь открыли как провокацию? Правильно? Да. Классно. Вы все можете выйти на улицу, кроме меня вообще. Да давайте кто-нибудь. Один выйдет, уйдут все. Не надо выходить, ребят. Я считаю, что не нужно этого делать сейчас. Забыли? Один уйдет, уйдут все. Нет, ну по сути, по большому счету нет. Я понимаю. Но если дверь открыта, то значит в принципе ее открывали для того, чтобы мы выходили. Я ж на другое переживаю. Не за то, что она реально сделает так, чтобы она пропала. Давай, Ксю, я тебе вещи твои предложу. Да. Твои вещи тебе дам, ты пойдешь погулять. Пока не надо. Давайте спросим, что у ДК, уточним. Свои вещи я тебе предложу, и ты пойдешь погулять. Нужно уточнить эти моменты. Как не нужно это? Пока мы не будем терапевтируем. Ну как так-то? Иди, что-то. А что? Макс правильно говорит. Давай, пускай Максон, если у тебя есть возможность, пускай Максон все вещи отдаст. Я тебе говорю, давайте предложу свои вещи, и ты пойдешь погуляешь. Как ты мне предложишь свои вещи? Да не буду я брать твои вещи. Ну как я тебе дам, ты все как? Да твои джинсы на меня не налезут. Что здесь непонятного-то? Да никакого у меня одного роста, он вообще-то худее меня. Ну так, а у него вещи-то всегда ширились, посмотри. У меня есть там, и оденешься, и пойдешь что-то. Да я не пойду, как бомжара какая-то. Вдруг меня кто-нибудь увидит, вдруг мы вообще где-нибудь рядом с... Давайте дам, что ты как это... Вдруг меня... Катя, заставь ее не одеваться. Встань вот и двери, и не пускай. Что заставь? Ты можешь что-то делать? Катя, ты... Возможность есть у тебя вещи, мы не взяли. Да вы же у меня бейте, Жир. Реально, достали. Ну, пожалуйста. Ребята, да. Давайте расслабим. Вот тебе за это. Ребятки, что вы паритесь, я не понял. Нам пришли вещи. У нас у нас три куда собралась? Я хочу выйти. Куда? Куда-нибудь. Да посмотреть, где мы. Давайте договоримся, давайте договоримся. Смотри, мы вчера поговорили о том, что все будем принимать вместе, все решения. Ты сейчас куда уходишь? Не закрывай. Да? Все. Ребят, реально... Да не надо мне. Да почему? Все. Андрей, помоги в локации, в зону и кассе, чтобы открыли их. Ты сейчас всем плевать, что она ушла? Нет, мне не плевать. Что мы сделаем? Ну как, что мы сделаем? Если она не вернется, то мы не получим никакого наследства. Да, она вернется. А ты хватит около меня ходить, я не буду носить твои вещи, я же тебе сказала, что ты не понимаешь, что ли, или что? Я не знаю, как она бегает, но ее уже там нет. Отлично. Отлично. Общательно просто. А почему ты не будешь носить его вещи? А то, что она ушла, ну а что мы сделаем, Вася? Я, значит, короче, короче, я думаю, нам с Максом нужно ее найти. Пойдем, оденемся ее поищем. Пойдем. Просто потому что если она не вернется, то никто не получит наследство. Почему все время об этом забывается? А тебе лишь потанцевать. Ты танцор какой-то? Да, я танцую. Так, ну что? Попробуем. Рад, ну я не могу выйти на улицу. Мы сейчас типа пойдем ее искать. Я бы не диняюсь. Я бы не диняюсь. Она сейчас вернется одевать и теплеет. Я ничего не могу. Мы с тобой в тем время займемся. Нет, ну а как? То есть там сколько было, сказала Изольда? 300 миллионов австралийских... Я теплю как минимум. Ведь нахуй мы с этого поименели. Типа имеем, да? Мы разошлись, да? Вначале было написано, один уйдет, все уйдут. Я не собираюсь за это чокнутый терять наследство. Да ладно, чокнутая, прекратите. Ну чокнутая, чокнутая. Ну да, она странненькая, Илья. Очень странненькая, господи, как я счастлив. Она странненькая. Я тоже очень счастлива сидеть на диване в этом прекрасном, божественном одеяле. Может кто-то хочет, чтобы ты... Ну а это не круто, когда у всех есть одежда, а у меня только одеяло. Ну что за бред? Ты голая хожу, это нормально что ли? Ну да. Почему? Ты же любишь всегда ходить такая... У тебя платье такое с вырезом, с красным, ой, с открытым. Ну такое короткое. Ты, наверное, любишь просто и все. Поэтому люди решили тебе... Да какие люди? Это Изольда Кац решила. Ну да, Изольда Кац. Почему Изольда Кац все время у меня издевается надо мной. Она какая-то, не знаю, может быть у нее климаксу это Изольда Кац. Как это? Что такое климакс? Климакс это все. Это конец твоей жизни. Знаю, знаю. Хотел, чтобы вы рассказали об этом. А Макс с Васей чем-то пойдут искать, да? Да надо вернуться ее. Да. Ну ладно. Ну как вернуть-то? Ну в принципе я могу тоже выйти. Нет? Что вы молчите-то? Да откуда мы знаем? Давайте все уже разойдитесь. Можете все выйти, оставить меня в этом доме, чтобы я померла здесь в этом одеяле. Да. От голода и холода. Нет, ну это тоже, все настроение мне испортили. Ну почему такое происходит? Нет, что вы думаете по этому поводу? Почему вы молчите? Может я Изольда Кац настроение испортила когда-то? А что я сделала Изольда Кац? Не знаю, что ты сделала, значит. Спасибо, Екатерина. Не знаю. Почему он так отвечает, как будто он знает, что я сделала Изольда Кац? Нет. Я вообще не видела эту женщину, у которой климат. Я ничего не знаю. Ну может... Все справедливо, смотри. Выпендриваешься ты 7 дней. Или 8 день мы здесь. Да я не выпендриваюсь. Все время всех унижаешь, обзываешь, издеваешься над Миланой, издевалась надо мной, потом над Вася Вася, что он воняет, потом над Лей, что она чокнутая, все время унижаешь безумного Макса, унижаешь там кто есть. Что я не унижаю безумного Макса. Я не унижаю безумного Макса. Почему? Ты все время говоришь, сядь, что-то свутишь, больной и так далее. Ну у вас что, не болит от него голова? Вы считаете, что он нормальный, что ли? Ну не знаю, я считаю, ну обычный, ну странненький немножечко. Ну и что с этого? Я не привыкла видеть таких людей в жизни вообще. Я первый раз такое встречаю. Ну так это не дает тебе право унижать его. Так я не унижаю его, я просто ему говорю, чтобы он присел, успокоился, отдохнул. Мы же тебя не унижаем, что у тебя свечи нет, и ты бомжуха. Понимаешь? Да. Так, на тебе привыкли Макса искать. Да, надо вообще срочно, а если ее не найдем, то уже капец все будет. Вы, пожалуйста, сомнитесь хоть, а. Давайте. Понятно. Класс. Потому что это не дело, чтобы мы из Алии одной потеряли. Наши наследства. Что такое наследство? Ну из-за нее, из одной, мне как-то не хочется терять всю наследство. Все наследство. Катя просто взяла, это хитрая женщина взяла и спровоцировала, тем самым открыв нам дверь. На самом деле мы не должны уходить, ребят. Это чисто воды провокации. Понимаете? Если можно было уходить, нам написала, сказала, вам сегодня можно выйти, например. Посмотрите себе вокруг, она же этих слов не сказала. Нам нужно действовать только через инструкцию. Но мы тоже же не можем сидеть без дела. Понятно, что я не могу никуда выйти, но вы-то можете выйти. Она еще нам не дала добро. Должны появиться на плазме обязательно какие-то слова. Она всегда там что-то нам как-то отвечает. Раз нет никаких слов, не нужно торопить события. Не надо бежать туда в печку, в пекло лезть. А то электрошокер так и не будет с нами здесь, понимаешь? Это нарушение как бы условий, я так думаю. Так делать не надо. Да, у меня очень много появилось сейчас, Катя, вещей, если ты не успела заметить. Нет, я про... Я демонстрирую вам свое платье, сделанное на китайском синтепоне. Называется оно бамбу. Можете... Прекрасно я в нем себя чувствую. Оно просто облегает всю мою кожу. Я чувствую себя великолепно. Шикарно. Катюша, я хочу поесть виноград. Можно? Слушай. Я тоже. Давай помою маму. Помою? Да, давай. А ты хотела что, грязным есть? Нет, конечно. А нет, я бананы сейчас ем. Солат мой. Соберите виноград. Ай, пофиг. Когда нервничаешь, мне всегда хочется есть, когда нервничаешь. Да, мне тоже. Реально грязный шум? Да. Да. Ты что, думаешь, вода здесь чистая, что у меня нечего терять? Угу. Ладно, помою. Тазик, сколосни. Тазик, сколосни. Тазик, сколосни. Виноград. Виноград. Вот я сколосну. Это тазик. Он чистый. Тазик, сколосни. 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 а что здесь скажешь по этому поводу у меня нет слов да ладно не расстраивайся не расстраивайся не расстраивайся в любом что-то мне кажется что или не дошли вещи но по-любому они должны как-то тебе прийти потому что мы сам вообще были на предначале голосования у нас того будут 50 процентов у меня было бы 50 процентов но при этом прислали и Продолжение следует... 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 Поступал, пришли все какие-то в попыхах, все. Не искали, не искали. Волновались, понимаешь. И что, нашли Лею? Ты в курсе, что там с другой стороны дома тоже камера есть. Да, Лея сейчас рассказала. А вы Лею не нашли так? Нет, не нашли. А Лея пришла? Да, она только что заходила, мы разговаривали же. Да, и что? И вы не пересеклись, да, там в лесу? В лесу? Да, там мы даже не до леса, не доходили, братан. Мы вышли за дом, посмотрели ее, покричали, чуть-чуть отошли, чуть-чуть отошли, и все. Слушай, так. Знаешь что, я тебе скажу так. Да, мы как бы... Все это, все это левый базар, братан. Я вообще хочу... Я вот тут только хоть дома ходила. Я говорю, я тебе не могла, мне только начинала деть. А их не было очень долго. Ну как бы, ребят, нет, подожди. Нет, вернулись они после меня. И до тебя вернулись. И они тебя не видели, вот мне это непонятно. Если ты была здесь, они вышли за тобой. Куда они ходили? Я не знаю. Вася опять что-то мудрит там, нет? То есть, подождите, получается, они что-то скрывают от нас? Я не знаю. Что они не договаривают? Ну как так-то? А что они могут знать? Ну я не знаю, хотя бы как отсюда выйти. Потому что я выйти не могла, мне не было толком. Я поэтому к забору даже не подходила. А сейчас тебя бьет? Сейчас, пока что не бьет. А что же делать? Я не знаю, ребят, вообще. Это, конечно, очень странно и непонятно. Надо у них выведать, что там происходило. Как? Как выведать? Они ничего не рассказывают вообще абсолютно. Что мы можем сделать? Я вот честно не понимаю, как так. Они меня точно не искали, но я вот звоню. А вы куда? Мы еще по ним прогуляемся. Куда, Васич? Да интересно, надо посмотреть весь дом. Куда, куда? Да стойте, куда вы пошли? Куда ушли-то? Я не могла выйти, у меня токан било. Они могут выйти, получается. Ну как это так, ребят? Нет, такого быть не может. Ты что, как они могут выйти? Лия, иди посмотри. Я когда уходила. Быстро вернитесь! Быстро вернитесь! Вы куда пошли? Я когда из-под вида камеры уходила, меня токан било. А это бесполезно говорить. Вообще. Потому что они просто резко собрались и сказали, пошли куда-то. Макс чуть-чуть проговорился, он сказал, им что-то надо сделать. Что сделать? Ну, он что-то не знает, что-то он... А Вася его типа заткнул немножко. А тебе они даже не сказали? Ни фига не сказали. Блин, вчера договорились, что все вместе, если что, решаем, говорим, а сейчас они такую шигню делают. Я стояла вот тут во дворе, под камерой. Потому что когда я выходила из обозрения камеры, меня током начинало бить. И я не могла уйти далеко. И я к вы... Блин, ладно, держись, держись, держись. Все нормально. Все хорошо. Да, да, давай помолчим об этом. Поболеть ничего, пройдет потом. Тебе осталось где-то часов... Знаешь, сколько тебе осталось носить эту твень? Сколько они там были на улице? Долго. Где наши часы-то? Ну я их не видела. Слушай, ты так повледнела, у тебя сняти по ее из-под глазами. У Юры вчера были отеки под... Ну ты что, смотри внимательно. Ну ты что, смотри внимательно. Ты смотришь, нет? Я смогу. Да не ори ты, тихо говори. Только внять не шепчи, понял мне? Как ее открыть-то мне? Опа, отверточка. Мах, никого? Тихо, 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 стой, стой там! Стой, тихо, внимательнее. Мах, 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 мах. Мах, мах. Мах, мах. Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА все закрыл а вот виды видишь да помните по подобию дома идем вообще решили пройти по дороге не поверите волк волчарный я либо большая собака либо какой-то волк просто слышал лечить на лыжах ломанулся короче я упал потом опять встал меня и короче не закрылся а реку продолжать там там реально глухая тарелина никого не души вообще не души вообще вообще никого а зачем вы вышли второй раз что вы делали первый раз а зачем вы пошли я понимаю дождь на у ребят тихо тихо доставки а зачем второй раз максим сказал что надо что-то выполнить что на это у свои эти игры какие-то играю что что там красным горит макс васич расскажите что-нибудь ну говорю здесь были в тайге там какой-то если дальше пройти там есть какая-то деревенька я так понимаю потому что я слышал да там какая-то машины а вот но перед этим там идет прямо реально лес глухой прям лес лиственные или хвойный хвойный начнут а в тайге точно а вы помните и тот договорил что это дом она ну когда просто читал завещание что специально строился да мы мы решили что мы что мы в смоленске а может мы в смоленске реально помните в завещании вчера дом дай сказать пожалуйста вчера дом сказали что по подобию сделан как у нашей бабушки да да подожди подожди как в тайге кать говорили что ты хочешь я подождите я всегда не даю кати сказать что-то этот я хочу сказать ребят если этот дом у меня смысле даже ушла вот если честно прости меня если я так делаю я аж вышел обглянулся там везде тайга короче а смоленск он где вообще находится на карте по географии он где находится на карте смоленск 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 блин я не знаю а можно вопрос почему вы грязные какие колючки там есть какие-то колючки вася какие колючки мы что в пустыне что ли ну снега нет значит мы на севере снега не понимаю у тебя же день рождения было когда у тебя днюха ноябре ну вот 12 значит ноябрь сейчас месяц но если был север то уже был бы снег ну да если был серый значит территориально мы не на севере да мы не на север выходишь там вот этот деревянный забор стоит тайга еще и везде деревья вот эти вот потом с другой стороны ворота за вороты выходишь на тропинка идет тропинка идет 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 там ее в принципе развития такая на три тропинки Васть смотри а вот лес он дремучий или проходимый он проходимый то есть там ходят тропинка есть там ходят люди ну нет в каком-то месте там идет прямо сгусток леса деревьев и по сути дорога кончается мы пошли дальше посмотреть подожди а дома там есть там вот эти захолустные домики такие знаешь и непонятно то ли живут там люди то ли не живут да похоже на заброшенные заброшенные а магазин там есть там по моему есть выход к дороге я точно не уверен но какая-то дорога тогда потому что машины мы слышали звук машины 100 рублей у Леи есть может быть трасса рядом проходит может быть понимаешь ну почему обратно рванули потому что если этот вокзал загрязет там уже ори не ори вы бы не услышали но обычно волки не подходят к домам и к дороге это только слишком холодная голодная зима Милана здравствуйте слушай там еще были звуки смотри нам вещи привезли Милана мне не пришли вещи мне кажется там еще это есть железная дорога слышал железная дорога да возможно есть проезжал пояс я слышал не слышал где-то так вот я сразу прислушался он проезжал короче кажется там есть что-то знаешь держись Лия держись Лия не ныть держись тебе знаешь что проще привыкнуть к нему не показывай что тебя бьет они специально будут тебя пить блин ты всегда классные идеи придумаешь то морковку то огурчик скучно как вы думаете почему мне не дали одежду как обычно как все да а что я сделала не так что мне сделать теперь смотри смотри сюда сейчас документы все вытаскивай все вытаскивай прячь где у тебя этот кубка понял да я спрошу что не полезет без палева так что это у нас опа это вояка какой-то с Якутией ни хера себе слушай это военный или мусор опачки чё ты не видишь чё двадцатка пятерами чё можешь еще где-то у него чё есть может у него а знаешь таких этих еще доллары прячу доллара да посмотри доллары прячу блин и чё здесь форма ну чё похоже на военную синий 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 этот и может моряк ну точно не мусор явно не мусор потому что ну как бы офицер какой-то офицер у него звание какое-то есть майор лучше у следаков синяя форма майор видишь да вижу вижу блин вот это мы впухли с тобой вообще прикинь если мы в паре вы здесь оставили ваши стопочки 30-граммовые и свечки да хорошо если что они здесь а можно их использовать стопки да смотрите тушенка да почему они не выходят так долго почему они долго не выходят чё так долго реально потом я проверю ребят ты проверишь как не только идите под и случайно кать да потому что возьмите хитры почему они так долго не возвращаются они что-то скрывают от нас однозначно чуть-чуть вообще припахивать немножко так мы же потери весь день раздевайтесь порядок навожу порядок нам и мы здесь наведем порядок ты не беспокойся катерин наведем ты не пахнет по этому невозможно слушай ну открой окно окно открой проветрить сейчас проветрить так давайте проветрим окно невозможно я хочу понять знаешь чего у вас тут пахнет водич вот этот запах запах криминала вот здесь вот попахивает криминалом какому нахер криминал что ты несешь вот чувствую что ты затеял зачем ты еще макса может быть тянул куда-то говори что ты задумал еще издевая ничего мне за ты чё макс от как откуда ты чего ты взяла зашла сюда стал что-то нюхать криминалом пахнет пахнет криминалом да что ты говоришь басич говорит что ты задумал а все там все взяла ты мне объясни какой нахер за пока как и как криминал пахнет ну-ка скажи пахнет здесь чем чем очень какой запах нечистого дела нечистого дела нечистого дела то есть ты чуешь запах нечистого дела чувствую очень очень второй раз ты вышел не просто так я здесь не дура я тебя не считаю понятно поэтому меня ты не проведешь какой криминал я могу криминал как-то вообще реально что я могу я не знаю что ты задумал я не знаю что ты задумал вот сейчас же давай рассказываем макса не впутывай в это дело чистого человека что я могу сделать не раздавали макса вышли мы да и там тайга была не бойся его слушай не боюсь и говорю так как был не слушай его не бойся он тебе ничего не сделает я тебя защищу говори как есть это она говорит что она тебя защитит она постоянно постоянно приходит тебе на тебя докапывается ты посмотри когда и надо это такой человек она любого в союзники найдет любого максон а он тебе говорит что мы не орать зачем что вы ходили два раза на улицу рассказываешь за 20 минут делал я спрашиваю сделали мы ничего не делали ты мне врешь я тебе не вру ты меня не проведешь понимаю я не хочу тебя проводить и тебе не вру я уверена что вы здесь не чисто что-то докажи докажи что мы можем сделать за 20 минут выхода я не знаю я за вами не следил ну что такое криминал мы можем сделать может быть что-то надумали вы еще что надо меня это макс чё ты мне будешь рассказывать или нет я тебе говорю мы были да то есть вот видишь вот видишь а ты собираешься что-то говорит их же и так и правда не боюсь сядь я не боюсь дави на него не надо на него давить давай я тебе спокойно-спокойно-спокойно-спокойненько максим как так вышло да не знаю как вышло прикрой прекрати вас еще давай рассказывай как было дело короче тебе сказали как было дело какое дело такое о чем ты говоришь что ты хитришь ты что-то не договариваешь понимаешь здесь что-то нечисто слушал немножечко а Катя потом дверь сознавайся Васич засуль и держи вот так так я говорил что я подслушал немножечко подслушал немножечко короче она говорит что у Васича криминал что Васич в чем-то короче подговорил макса и что они куда-то сейчас выходим короче и что-то там это что-то делали короче непонятно не до конца Васич Васич я не знаю я не знаю каким-то криминалом связано все ты подслушивал просто да я просто послушал я послушал сказали Катя говоришь что с криминалом связано я больше ничего да потом они начали драться вот как это они могли драться ну они просто тратки Катя начала подзатыльники ему отдавать за что не знаю за что мак вступил сидел что-то вот это выпалил ты видел или слушал что-то я слушал меня чуть-чуть я вот так стоял за дверью вот так выглядывать непонятно Короче, дело нечистое, просто Басич с чем-то там связан, он пошел и сразу что-то там сделал, и он не говорит что. Непонятно, я не знаю. Катя не смогла из него эту... Катя не смогла. Катя по-любому скажет. А вдруг она не скажет? Я за вас переживаю в первую очередь. И я буду очень рада, если вы сейчас мне говорите правду. Я буду очень рада. Хорошо. Понимаете? Вы не понимаете, что сейчас из-за одного вы сейчас подставите всех. Если сейчас кто-то один, кто-то один сейчас попадется, кто-то один сейчас оступится, тебе мало? Слышь, Катюк. Второй срок хочешь мотать? Катюк, порожняк не гони, я тебе говорю. Я тебе говорю, ты хочешь второй срок мотать? Поэтому, Васич, если вы сейчас что-то задумали или что-то у вас там планы какие-то наметили, я вас прошу.